Всем привет, уважаемые зрители! Меня зовут Андрей, никнейм в игре Гриви. Я монтирую для вас ролики Максима Заре под версию Lineage 2 Legacy. С Максимом я работаю примерно 3 месяца. Все это время мы плотно работали над роликами, прикладывали к их созданию много усилий. Начиная от отснятого материала, заканчивая монтажом и конечной обработкой видео перед выпуском. Хочу выразить Максиму глубокое уважение за подход к выполнению работ, так как он вкладывается правда сильно, чтобы получить максимально хороший результат в роликах. И Макс, и я, и я думаю, что все участники нашей небольшой команды зачастую проводят бессонные ночи для создания наших видосов. Поэтому спасибо всем зрителям, которые оставляют комментарии, ставят лайки, да и в целом следят за нашим контентом. Кайф! Хочу вместе с нашей командой Заря Медиа поздравить всех с наступающим Новым Годом. Желаю вам и вашим родным крепкого, неугасающего здоровья и побольше хорошего настроения. Безусловно, побед в игре, больше положительных эмоций от процесса. И призываю вас не забывать, что эта игра, а в большинстве случаев никакая игра, не стоит потраченных нервов или испорченного эмоционального состояния. Поэтому также желаю всем меньше агрессировать по отношению к окружающим вас людям в игре, побольше играть на чиле и все в целом, чтобы у вас было в кайф. С Новым Годом! Приветствую всех на канале Максима Зары. Примите пламенные поздравления от команды Заря Медиа и в частности монтажера по мейн-версии нашей с вами игры Lineage 2. Пусть предстоящий год принесет вам только положительные эмоции, крепкое здоровье и конечно же огромнейшие удачи как в игре, так и в жизни. Хоть в роли монтажера на мейн-серверах прошел всего лишь месяц, надеюсь, что работы, которые вы видите, приносят вам лишь положительные эмоции и полезные знания. Поздравляем вас всех еще раз с наступающим, а кого-то уже с наступившим Новым Годом Дракона от лица всей команды Зара Медиа. И пусть в Новом Году все ваши пушки точатся без слома, а броня нигде не жмет. Тем до встречи в следующих роликах уже в Новом Году. Доброго времени суток, уважаемые человеки. Меня зовут Александр и я рад приветствовать вас на спецвыпуске Узари. На связи монтажер по версии L2 Essence и давайте уже поскорее переходить к сути. В качестве монтажера я работаю с Максимом порядка полугода и за это время мы выпустили для вас огромное количество полезных видосов. Начиная от того, как и кем лучше стартовать, заканчивая гайдами по фарму. Все это не было бы возможно в первую очередь без вашей поддержки, а также слаженной работы коллектива, который действительно старается выпускать максимально продуманные выпуски, уделяя внимание каждой мелочи. Я уверен, в будущем вас ждет еще больше крутого и качественного контента, ведь вся наша команда вкладывает душу в процесс создания видеороликов. Но от себя хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, пусть он принесет вам позитивные эмоции не только в игре, но и в жизни. Всем здарова, меня зовут Максим. В общем, мы с командой решили небольшой видосик для вас выпустить в плане там типа ну поздравить с Новым Годом, все дела. И в этом ролике, кроме прочего, я хотел бы еще подвести некие итоги года. Главным достижением, пожалуй, 23-го года стало, что мы перешли на выпуск контента по всем версиям игры. То есть, если раньше мы могли ненадолго заглянуть в какую-то другую версию, то на сегодняшний день мы, в общем-то, в равной степени выпускаем довольно много роликов по каждой из версий официальной российской игры Lineage 2. Лично мне очень сильно понравился Legacy, честно говоря. Но, тем не менее, все равно и по мейн-версии, и по эссенс-версии мы тоже контентом занимаемся. Очень крутое достижение этого года, кроме прочего, это то, что мы основали команду. То есть, я собрал действительно довольно талантливых ребят. На нас трудятся трое монтажеров, и далее вы увидите от них отдельные поздравления, которые я попросил ребяток подготовить. И они откликнулись, как видно, с большим энтузиазмом. Каждый из них по-своему крутой тип. Каждый из них, на самом деле, вполне себе способный. Кто-то больше такой трудолюбивый романтик, кто-то более скептичный, но, тем не менее, очень круто умеющий в монтаж, да, постоянно накидывающий какие-то фишки. Вот, кто-то просто круто, стабильно долго работает и просто уже хорошо понимает стандарты канала и формат канала и так далее. Вот, монтажеры неплохо, в принципе, зарабатывают. Как по мне, для раздела гонорары у них вполне себе хорошие. И мне, в общем-то, не жалко вполне достойно оплачивать труд ребят. При том, что действительно работа, она того стоит. Вот, если кому интересно, как плюс-минус происходит производство контента на канале, да, то есть, человек, конечный потребитель, он просто видит ролик и такой типа, ммм, круто, ролик, сейчас посмотрю. Вот, но в действительности сначала, конечно же, накапливается какой-то материал, потом все это дело уходит в создание текста, да, то есть, чтобы вы понимали, условно, там ролик минут семь вместе с рекламой. Это три-четыре стандартных страницы текста, и все это нужно напечатать, а потом все это нужно озвучить, а потом все это нужно обработать, визуализировать, потом внести вправки, потом еще нарисовать для этого дела превью, потом подготовить все анонсы, потом правильно оформить теги, описание, ссылки, все дела. Вот, поэтому действительно уже сложно при нынешних объемах производства роликов всем заниматься одному, да, то есть, шесть, там, допустим, восемь роликов в месяц я бы, наверное, еще мог делать своими силами. Но когда мы вылезаем уже там в 15-20 видосиков в месяц, то это уже дело совсем другое, тем более, что стадия накопления материала, она, в общем-то, должна присутствовать, и из воздуха я материал, к сожалению, не возьму, а может быть, к счастью, да. Вот, в общем, респектую своей команде, можете не сомневаться, в честь нового года у них даже будет некая премия, и каждый немножечко на икорочку еще получит, вот, значит, ну, кроме, естественно, стандартных гонораров. Что конкретно случилось в моей жизни в этом году? Ну, как по мне, год прошел довольно интересно. Я вернулся обратно в Россию из Грузии, да, я немного больше понял про то, где мне комфортно жить и почему, вот. Вот, я, в общем-то, снова в кругу друзей, в кругу семьи, в комфортных условиях, и вот это вот все. Вот, тем не менее, Грузия все равно навсегда в моем сердечке. Естественно, хачапури, значит, и хинкали, и очень много всего другого, безусловно, грузинское вино, кинсбараули, полусладкое, ребят, если что, теперь абсолютно точно мое любимое. Никто меня не убедит, что есть какое-то другое классное вино. Вот, я получил права там же в Грузии в этом году, я теперь могу водить машину, вот. Ну, в том числе и в России они работают, потому что правила даже Невской конвенции, она одна на несколько сотен стран на самом деле. Вот, я под конец года привел себя в форму, я, когда приехал из Грузии, я весил где-то 78, на сегодняшний момент я вешу 65,5 килограмм. Я ежедневно занимаюсь спортом. Единственное, вот сегодня приболел, сегодня единственный день, когда я пропускаю тренировку, буквально со второй половины сентября, на самом деле. Ну, можете слышать по голосу, да, немножко это ангину, в общем, подцепил. Надеюсь, завтра на празднование Нового года, да, я 30-го числа это записываю, увидите вы это делал 31-го. Надеюсь, завтра на празднование Нового года, под вечером мне уже будет получше. Вот. В общем, ладно, затягивать особо не вижу никакого смысла. Мое поздравление с Новым годом, оно будет такое. Я желаю, ребятки, вам побольше осознанности. Я желаю вам эффективнее и круче реализовываться в профессиональной своей карьере, не останавливаться на достигнутом и идти вперед. Да, то есть, очень многие люди даже не подозревают, на что они действительно способны. А вот если начинать пробовать и не останавливаться, то будет очень круто. Это, конечно, грозит немножко выгоранием и утомленностью, но не забывайте про баланс. В жизни должно присутствовать все, и личная жизнь, и профессиональная деятельность, и какое-то количество заботы о себе, в том числе о своем здоровье, профилактические всякие процедуры, что бы нет. Вот. Желаю в Новом году еще лучше понять, чего вы хотите от жизни, еще больше от нее начать получать. Если вы одиноки, то желаю найти вторую половину. Если вы уже нашли такого человека, то желаю укреплять, так сказать, союз, продолжать и стремиться к хорошему совместному будущему. Вот. Если вы уже нашли работу мечты, то продолжайте в ней развиваться. Если вы еще в поиске себя, то обязательно находите все это дело побыстрее. Вот. Желаю крепкого здоровья, счастья, да, чтоб стоял и деньги были, все дела. Вот. Не злоупотребляйте особо на Новый год, да, как с жирной едой, да, это грозит плохим самочувствием, так и с алкогольными напитками. Но все же отметить стоит. Год был непростой, нужно достойно его проводить и спокойно обнулить какую-то свою статистику, подготовить ее для новых достижений и новых заслуг. Огромное спасибо, что в этом году много смотрели мой канал. Огромное спасибо, что регистрировали много аккаунтов по моим реферальным ссылкам. Огромное спасибо за все теплые комментарии. Огромное спасибо за все лайки, которые вы ставили. Огромное спасибо за хорошую продолжительность роликов. Огромное спасибо за высокий процент кликов, когда мои ролики вам попадались в рекомендациях. В новом году будет еще больше контента, он будет еще лучше, еще круче. Реализуем еще не один хороший проект, да, какой-то, возможно, совместный с другими блогерами. Реализуем какой-нибудь прикольный новый формат. Вот. Ну и, естественно, также благодарю и поздравляю с Новым годом всех коллег, с которыми мы так или иначе сотрудничали в этом году. Горизонец, Вайт, Андрей, Леки ТВ. Вот. С Натали Плей пересекались. Салант, Бритни, Зохан и многие другие ребята, с которыми мы устраивали так или иначе челленджи. Многие из этих ребят подросли очень круто, да. До С-ранга Зохан вообще в легкую вырос. Вот. Кузбассику привет передаю, передаю привет моим любимым оркам, с которыми я играю в КП, значит, здесь на Легосе. Вот. Всех, конечно, не вспомню. Приятных чуваков. Вот. Ну, в общем, так или иначе. Всех с Новым годом! С Новым годом!